приветствую вас дорогие коллеги сегодня я хотела бы поговорить с вами немного о том как машинное обучение встраивается в биологию медицину поделиться своим опытом и соответственно немножко взглянуть на будущие перспективы немного обратимся к тому как будет выглядеть мой доклад сначала я расскажу себе поскольку не так часто еще не так много выступала перед вами затем мы коротко обсудим зачем вообще применять машинное обучение биологии медицине для чего это нужно направления в которых машинное обучение сейчас уже успешно применяется перспективные области рассмотрим обсудим подробностях мой личный опыт и попробуем сформулировать общие проблемы применения машинного обучения в биологии медицине меня уже в принципе по большей части представили я на самом деле не так давно была студенткой в двадцать втором году я закончила наш факультет в ментальной медицины отделение фармации по образованию и провизор с начала третьего курса я работаю на нашей кафедре кафедре биохимии и регенеративной биомедицины и с недавнего времени с прошлого года я являюсь автором и лектором курса методы машинного обучения для обработки биологических и медицинских изображений как вообще я оказалась здесь дело в том что в начале где-то в середине своего обучения в университете я для себя самостоятельно изучала языки программирования python и немного к концу обучения я узнал существование образовательного курса нейронные сети их применения в научных исследованиях и решила попробовать свои силы поступить и собственно поступила окончил этот курс и защитила свою работу на нем в процессе знакомства со всей этой сферой с этим интересным направлением у меня и у моих коллег с которыми я активно это обсуждала возникали идеи новых проектов и мы даже приступили к их реализации ну собственно финальным витком то всей моей текущей истории является создание собственного курса финальным на данный момент надеюсь не финальным в принципе создание собственного курса в котором я собственно целью своей преследую как можно более просто и доступно рассказать о том как и для чего применять машинное обучение в нашей сфере собственно давайте это немножко обсудим для чего применять машинное обучение в биологии медицине во-первых нынешнее состояние биомедицинской науки нас подводит к тому что мы используем достаточно сложные методы извлекающие огромное количество данных как медицине так и биологии постичь и понять их какими-то обычными методами бывает очень трудно поэтому в первую очередь мы обращаемся к машинному обучению для анализа больших данных из такого достаточно уже привычного простите как из достаточно привычного нам и того что есть на слуху это область которой мы стремимся повысить точность диагностики да то есть мы например используем машинное обучение для анализа мрт снимков гистологических срезов и прочего да поскольку я провизор я не могла пройти мимо этих двух пунктов то есть мы преследуем своей целью как можно сильнее внедрить в повседневную жизнь и подходы персонализированной медицины да и конечно же для этого необходимо учитывать все данные пациента его анализы и какие-то абсолютно объективные факторы до чтобы как можно удачнее попасть в терапию и помочь пациенту также конечно машинное обучение сейчас в огромной степени позволяет ускорить и облегчить процесс разработки лекарственных средств то есть сейчас мы можем спокойно еще на уровне компьютерного моделирования достаточно хорошо и точно предсказать связывание той или иной молекулы там с рецепторами и понять что например какие-то наши разработки тупиковые какие-то стоит продолжать и выводить уже там в приклинику в клинику из более творческих задач которые мы преследуем внедряя машинное обучение в нашу жизнь это конечно изучение биологических процессов поскольку здесь все менее предсказуемо здесь мы сами порой не знаем результаты наших экспериментов и здесь машинное обучение как бы с одной стороны позволяет ускорить обработку наших данных а с другой стороны заглянуть немножко в их внутренность до попробовать извлечь какие-то интересные закономерности которые нам просто в силу невероятного объема этих данных да может быть не видно ну и такая глобальная вещь которая актуальна не только для биомедицинских исследований в принципе для науки это интеграция различного рода данных разной модальности в каких направлениях машинное обучение сейчас уже имеет определенный успех если посмотреть так оценить то получается что мы видим что преимущественно конечно в диагностике заболеваний здесь как я уже сказала в большей степени это касается машинного зрения обработки различных снимков срезов и так далее есть определенные успехи в персонализированной медицине порядка 25 процентов от основной массы таких уже передовых разработок внедряющихся в практику как раз касается этой области хорошие успехи показали показала внедрение машинного обучения в эпидемиологию до особенно во времена пандемии ну и как я уже упомянула в разработка лекарств это очень важный момент каковы перспективы применения машинного обучения биологии и медицине на мой взгляд в первую очередь перспективы в применении данных подходов для анализа геномных данных в частности достаточно сложных задач предсказания генетической предрасположенности к заболеваниям и что еще более сложное предсказание эффекта от отдельных мутаций также достаточно важным направлением и довольно сложным является область анализа эпигенетических данных эпигенетика это такие надстройки над нашим геномом которые могут перенастраивать наши клетки работу наших клеток и очень важны для работы нашего организма соответственно роли по генетике в состоянии организма в развитии заболеваний она огромны поэтому очень важно обратить внимание на то что необходимо предсказывать паттерны метилирования связаны с конкретными заболеваниями например анализ проводить анализ генетических паттернах метилирования в ответ на какие-то внешние воздействия среды или что тоже довольно сложно моделировать схемы модификации гистонов да и их влияние на экспрессию генов наверное самой сложной историей в данном случае является применение машинного обучения к системной биологии и построению сетей взаимодействия поскольку здесь нам приходится моделировать сложные биологические сети их динамику их ответ на различные воздействия и здесь надо понимать что с биологической точки зрения еще много всего не до конца понято поэтому здесь машинное обучение нам тоже должно очень помочь дальше я бы хотела продолжить мыслью о том что в современных биологических исследованиях современные биологические исследования требуют изучения органов и тканей на уровне одиночных клеток из классических хорошо известных всем нам методов мы знаем конечно же микроскопию мы можем изучить клетку под микроскопом посмотреть ее структуру какие-то в ней изменения также у нас есть возможность например проточной цитометрии по сути с помощью нее мы имеем возможность отделять определенные клетки которые нас интересуют по какому-то признаку или например использовать цифровую пцр это метод который позволяет оценить экспрессию гена в отдельных клетках что тоже достаточно полезно своей работе основной своей научной работе я занимаюсь изучением старения стволовых клеток человека и надо сказать что данный процесс тоже приходится изучать на уровне одиночных клеток поскольку популяция стволовых клеток пожилого до например человека является крайне разнородный а поэтому первой своей задачей в рамках до внедрения машинного обучения в свою жизнь в жизни нашей лаборатории а я поставила создание детектора синесцентных то есть стареющих клеток в целом до старение приводит к тотальному изменению свойств и тканей органов да поэтому это очень важно существующие методы которые мы можем на классические методы биологии которые можем использовать они являются неприжизненными то есть не витальными а также требуют большого времени и труда людей которые являются экспертами в данной области и к сожалению в некоторых случаях еще и бывают субъективны то есть поскольку состояние клеток все равно приходится оценивать человеку и самое главное что данные методы не дают возможности изучать старение на уровне одиночных клеток теперь перейдем к тому как выглядит предложенная мной структура детектора синесцентных клеток значит допустим у нас на на входе да есть просто фазово-контрастное изображение наших клеточек мы хотим оценить их состояние первое что мы делаем это передаем наше изображение модели которая занимается сегментированием их по клеточкам то есть обводе до выделяют отдельные маски после этого мы каждую клетку отдельно извлекаем в виде маленького не очень тяжелого изображения передаем полученное изображение в модель классификатор которая собственно решает задачу классификации и делаем вывод о том что данная клетка учеток на соседние уже сомнение а если переходить к формальной оценке работы детектора то в целом он показывает неплохие результаты средняя точность более 80 процентов и более-менее сбалансирована между классами но самое интересное да о чем я уже немного упомянула когда вводила вас в вообще в историю применения машинного обучения биологии медицине что мы можем обратиться к интерпретации работы модели и посмотреть до куда скажем так смотрит наша модель какие зоны на снимке для нее важны для классификации какие собственно роли не играют и исходя из этого извлечь какие-то характерные маркеры там сэнсоцентности или если мы рассматриваем какой-то другой процесс до другого процесс маркеры других процессов вот надо сказать что не всегда то что показывает модель до очевидно нашему глазу поэтому это также может внести в себе определенную полезную информацию не будем далеко уходить от истории с одиночными клетками я представлю следующий проект который называется cell vision ай это юзер-френдли сервис по сегментации клеток на микроскопных изображениях с удобным в приложением и соответственно расширяющимся зоопарком моделей этот проект реализация этого проекта выглядит следующим образом мы подгружаем в приложение изображение наших клеток и имеем возможность здесь выбрать модель с помощью которой мы хотим сегментировать наше изображение пока в наличии у нас есть юнет диплаб сигнет и в ожидании салпоуз также что очень важно у нас есть возможность изменить порог классификации да то есть немножко скорректировать разметку нашего изображения и и дополнительным таким приятным бонусом идет подсчет конфлюентности то есть плотности посадки клеток на выходе мы получаем наши маски которые можем скачать в двух форматах но микроскопия это как я уже сказала не единственный способ анализа одиночных клеток это даже я бы сказала такой достаточно старый устоявшийся наука не разумеется не стоит на месте и достаточно новым методом исследований как биологии так и в медицине сейчас является рынка секвенирование одиночных клеток в чем преимущественно преимущество этого анализа то есть мы он позволяет нам получить уникальные профили экспрессии генов в отдельных клетках да то есть у нас там допустим четыре вида клеток в ткани да мы по каждому из них будем знать буквально по каждой отдельной так клетки будем знать экспрессию множество различных генов обычно секвенирование про которые мы привыкли слышать показывает нам результаты которые совершенно усреднены по всем клеткам которые присутствуют нашей ткани поэтому информации о каких-то клеточных типах подробностей о них мы не знаем очень важным этапом работы с данными полученными в результате сингл сэл секвенирования является аннотация то есть как бы присваивание каждой отдельной клетки принадлежности какому-то классу какому-то типу и таких наиболее часто применяемых метода существует три первое это ручная аннотация когда эксперт в области большой эксперт в области садится за эти данные и вручную разыскивая до маркеры соответствующих групп клеток их называют это безумно долго долго и здесь да есть большие проблемы с поиском такого эксперт есть более ленивый метод автоматически он основан на наборе генов маркеров то есть мы аннотируем да называем наши клетки в автоматическом режиме но здесь разумеется первое что очевидно мы зависимы от набора генов то какой набор генов маркеров мы подадим будет критическим образом влиять на качество нашей аннотации это тоже не всегда успешно и не всегда очень точно и третий способ он основан на референсных датасетах референсные датасеты это как раз такие большие как правило более 100 тысяч клеток наборы данных которые аннотированы экспертами в области и вот эти данные они накладываются на результаты нашего эксперимента да и сравнивается находятся похожие клетки и через вот это сравнение размечаются здесь самая большая проблема заключается в том что необходим этот референсный датасет для не для всех тканей далеко он существует и требуется большие вычислительные мощности просто чтобы подгрузить такой гигантский объем данных мы предлагаем другой вариант работы с аннотацией клеточных типов single cell данных это модель точнее инструмент из си парадайс инструменты си парадайс внутри себя содержит 2 2 основных блока это модели группы из си адам которая занимается которые занимаются мультизадачный мультиклассовой аннотации клеточных типов тут я поясню что мультизадачность это возможность назвать клетки на разных уровнях то есть от более простого к самому глубокому а мультиклассовость это соответственно возможность в принципе работать с огромным количеством классов там несколько несколько десятков модели из си его они соответственно необходимы для предсказания модальностей тут я буду еще чуть позже пояснять но в целом скажу что это модели которые предсказывают экспрессию поверхностных белков клеток по только данным внутри клеточных экспрессии генов давайте немножко посмотрим на то как в принципе работает си адам здесь представлена на слайде слева соответственно реальные данные полученные в результате аннотации экспертами в области а это предсказанные типы клеток с помощью моделей моделей си адам это первый уровень этот аннотации как можно видеть да здесь клеточные типы достаточно большие если мы будем идти вглубь и уточнять до разделять клеточные типы более специфично на втором уровне да также мы видим достаточно эффективную точную работу моделей си адам и можем посмотреть например на третьем уровне здесь количество клеточных типов да уже близится к трем десяткам да и в принципе со всеми с ними модели си адам хорошо справляется применение искусственного интеллекта к решению задачи аннотации это в принципе не новая мысль мы не первые в этом деле но из таких широко известных методов которыми которые у людей в этой области на слуху является салтайписты си джи пяти это тоже и и based методы для аннотации и если мы посмотрим на результату работ результаты работы этих моделей на примере салтайпист сейчас извините да все правильно есть нюанс до в работе этих моделей если мы посмотрим на результаты работы модели на примере салтайпист мы увидим что точность общая этого метода по дата сету достаточно высока на порядка девяносто двух с лишним процентов но если мы обратимся к такому показателю как чувствительность так по каждому классу мы увидим что некоторые классы просто-напросто выпадают мы и точнее модель салтайпист не может их распознать а если мы применим этим данным более адекватную метрику которая называется balanced accuracy мы увидим конечно да значительное падение до 71 процента здесь на слайде мы можем видеть результаты работы моделей салтайписта си джи пяти и си адам но на восьми различных тестовых дата сетах и уже показаны мной до этого до проблемы с работой с салтайпист да мы видим что в некоторых клеточных типах практически все во всех тестовых дата сетах есть промахи до значительные си джи пяти тоже довольно часто ошибается в двух клеточных типах вот что касается и си адам его результаты на всех восьми дата сетах достаточно воспроизводимы такая краткая сводка по основным метрикам которые обычно мы сравниваем в подобных задачах да мы видим достаточно хорошо воспроизводимые данные поясе да и что является достаточно большим преимуществом это наличие мультизадачности у ряда моделей си адам то есть там до пяти уровней зависимости от ткань от ткани теперь давайте вернемся к правой половине изначальной схемы да и си адам я немного расскажу что такое мультимодальные истеренные сег данные и почему они так нужны дело в том что внутри одной клетки можно не только прочитать до экспрессию генов внутри клеточную но еще и понять какие например белки экспрессируются на поверхности а это достаточно важно поскольку по поверхностным белкам мы можем извлечь гораздо больше информации в том числе в сложных случаях до разделения клеток когда клетки внутри клеточна да по экспрессии генов крайне похожи друг на друга мы можем понять какому все таки истинно классу относится клетка то есть мультимодальные данные данные с в которых мы также обнаруживаем поверхностные белки позволяют нам значительно увеличить точность нашего анализа однако такие исследования достаточно дороги и поэтому надо еще упомянуть здесь что экспрессия внутри клетки гена совершенно не равна экспрессии белка то есть на примере гена cd4 мы видим что в целом он достаточно равномерно распределен внутри клеток однако когда мы обратимся к тому как экспрессируется белок мы увидим что существует какая-то субпопуляция клеток которая этот белок все-таки поверхностные экспрессирует для этого собственно и признана призвана призванные модели сиева они должны по данным которые у нас есть только слева то есть по данным экспрессии гена говорит нам о том как экспрессируется белок давайте посмотрим на то как работает его на примере разных белков это у нас датасет и датасет точнее клеток крови сиди 4 который мы уже рассмотрели вот наблюдаемый уровень белка вот соответственно предсказан сиди 19 достаточно тоже точно показан сиди 16 и сиди 14 наблюдаемые предсказанные значения достаточно близки друг другу давайте протестируем эту модель на клетках другой ткани мы взяли клетки меланомы и мы также видим достаточно хорошо воспроизводимые результаты по всем тем же маркером то есть видно что модель справляется и здесь есть интересная вещь клетки меланомы вообще не были представлены в обучающем датасете то есть там не было такой ткани и модель несмотря на то что она не видела клеток подобной ткани она достаточно хорошо генерализовалась и дала хороший результат с этими клетками все наши модели как я уже упомянула являются частью одного инструмента си парадайз который третьим блоком в себе содержит еще и синой он необходим для того чтобы оценивать качество работы моделей соответственно и си из группы если адам и сиева вот вся эта история оформлена в пакет для языка программирования python и существует в виде открытой страницы на github а теперь давайте немножко к тому с какими проблемами нам еще предстоит бороться применяя машинное обучение в биологии и медицине обсудим их к общим проблемам применение машинного обучения в биологии и медицине конечно же относятся проблемы с данными данные крайне неоднородные во-первых да то есть мы не можем синтезировать данные мы работаем с тем что у нас есть а эксперименты как правило дают очень разно разрозненные очень разно там если мы говорим про классификацию то мы имеем дело с огромным дисбалансом классов как правило да а также мы испытываем недостаток качественно размеченных данных опять-таки нужны эксперты которые будут этим заниматься да и целые коллективы ну и есть данные зачастую шумные и неполные да например если мы работаем с созданием модели по данным пациентов просто табличные данные там пол возраст вес результаты анализов мы можем столкнуться с тем что врач мог не указать каких-то важных крит для классификации критериев вторая большая проблема это проблема проблема внедрения новых подходов в биологию медицину это как правило происходит с запаздыванием на несколько лет то есть появляется какая-то модель в целом в машинном обучении там ее жди через несколько лет только в биологии первые попытки ее внедрить ну и конечно же если мы говорим про медицину то мы здесь вынуждены сталкиваться еще и с этическими правовыми ограничениями и третий пункт который мне кажется тоже не по значимости он крайне важен это недостаточное количество специалистов области здесь я говорю о таких междисциплинарных специалистов которые бы прекрасно все понимали до в своей теме в биологии были бы прекрасными мокрыми биологами например но при этом хорошо программировали были в теме да то есть знали довольно много про машинное обучение его применение конечно такое случается не часто если говорить все таки про какой-то более реалистичную историю то необходимо создавать такие междисциплинарные коллективы где будут работать совместно и программисты и биологи но тут существует какая-то такая проблема коммуникации потому что очень сложно да давайте совершенно с вами согласна вот ну и давайте такое короткое проведем заключение то есть очевидно что потенциал применения машинного обучения в биологических исследованиях он огромен и с одной стороны машинное обучение позволяет решать какие-то очень рутинные задачи автоматизировать многие процессы в том числе снизить количество ошибок там в работе практикующих врачей или исследователей но с другой стороны машинное обучение еще и для нас для биологов для медиков это мощный инструмент который может нам позволить открыть какие-то неочевидные закономерности и понять учесть сложные многомерные взаимодействия в биологических системах и в медицинских данных и та мысль которая будет нас преследовать еще долго что при реализации подобных проектов нам конечно же необходимо привлекать экспертов в разных областях создавать междисциплинарные команды чтобы на всех этапах от создания датасета до применения до обучения для обучения применения модели мы могли избежать ошибок спасибо за внимание если захотите связаться присоединяйтесь в телеграме пишите уважаемые слушатели возможно вопрос это прекрасно есть несколько вопросов когда решается задача оценки синесцентности клеток у нас только два состояния она молодая она старая да но с разной уверенностью даст эксперты замечает только вот 01 и это и есть нашим таргет ну существуют более объективные методы чем просто глаз успех эксперта да то есть это какие-то функциональные тесты клеточные окраски на какие-то маркеры старения то есть это более объективное объективный критерий но разумеется они требуют большого количества затрат собственно обучающие дата сета для вот это этого детектора он был создан на основе разумеется не визуальной оценки клеток более объективного фактора то есть одного из маркеров старения если клетка находится в промежуточном состоянии или такого не бывает на самом деле судя по тому что я видела да конечно это все некое распределение поэтому здесь еще и важен момент выбора критерия да где отсечка где трэш-холд всей этой истории вот эта проблема но ее надо решать поиском каких-то может быть даже более очевидных маркеров старения и уже на них обучать дальше мы можем для отдельной клетки получить историю то есть как со временем она изменялась да и она постарела то есть для отдельной можно целую историю понять а поскольку сейчас методы микроскопии позволяют в целом отслеживать до каждую отдельную клетку то есть например мы можем ну чтобы ускорить процесс мы можем высадить клетки прямо под микроскоп поставить допустим снимать на пару недель и за ней осуществлять трекинг там для ускорения старения можем капнуть каких-нибудь веществ которые провоцируют да ускоряют старение и оценить таким образом на динамику понятно спасибо еще хотел спросить по модели из седа там и говорится что есть множество типов клеток и они как бы иерархическая классификация то есть общая категория есть дробление на более мелкие да вот мы оцениваем там по точности каждый против каждого или каждый против всех остальных все уровни по отдельности то есть можно на каждой клетки для каждой клетки уровень до глубине а когда мы используем это на практике мы получается должны взять клетку и должны проверить на все ее подкатегории как родительские так и глубинные да вот здесь может быть стоит еще померить качество именно не только внутри каждой категории внутри каждой глубины а именно как сравнение вектора то есть у нас есть родительская поглубже поглубже мы правильно ли оцениваем первое вхождение или более глубокая вот тогда это будет качество наверное более такое экспертно удобная то есть мы когда мы рассматриваем подкатегорию мы предполагаем что мы уже знаем какому хотя бы она относится какого уровня глубины вот к первому вопросу есть методы анализа выживаемости которые позволяют анализировать эту историю и без временных рядов можно будет оценивать насколько первичные свойства клетки влияет на ее старение в будущем на скорость ее старение спасибо хорошо у меня знаете такой вопрос вот те методы которые применяли для классификации это искусственные нейронные сети или это а вот ну вот у вас там дисбаланс классов была проблема и а как вы с ней боролись по шевел там но совсем негативных примеров совсем мало то есть чего делали для того чтобы побороть это а где конкретно совсем негативных примеров вас там когда вы показывали результаты классификации вас там по-моему 10 негативных и там 90 позитивных а речь идет наверное о задачи подальше подальше а да вот 190 до тут с дисбалансом класса на сам классов на самом деле можно бороться об сэмплингом даун сэмплингом данных при обучении собственно что мы и пробовали применять это показывало определенный успех но в целом если честно даже при таком дисбалансе классов у нас проблемы не возникло но так чтобы модель например вообще не могла определить 10 клиентов все это проблему потому что там дальше как раз когда вы там начинаете уже чувствительность специфичность так далее раскладывать там видно же что у вас там как бы ну а вы такие методы как distributed robust optimization рабастные методы оптимизации не применяли вот это вот чего а как вы обучали то есть это обычный какой-то адам там еще что-то ну это архитектура глубокой нейронной сети соответственно для скажем так улучшение качества работы модели мы скорее применяли даун сэмплинг даун сэмплинг даун сэмплинг и аугментации различные то есть вот так понятно окей хорошо понятно пасе просто здесь вот прям вот таких задачах напрашивается и рабастные методы оптимизации и как раз вот верификации ваших результатов формально ну это с одной стороны конечно авторское решение с другой стороны давайте посмотрим графический абстракт так сказать адам называет адам адам предназначен для того чтобы называть его нужно для того чтобы плодить новую сущность до производить новую сущность белки которых нет в исходном дата сайте да она и просто сидит и все считает спасибо большое за увлекательные вопросы и спасибо большое за выступление уважаемые слушатели наша программа на сегодня подошла к концу мы очень рады что вы были с нами все это время и мы надеемся увидеть вас и на следующих наших мероприятиях и приводите своих коллег друзей одногруппников однокурсников мне кажется что мы можем услышать очень много интересных вопросов к спикером и к экспертам и чтобы завершить это мероприятие на еще более приятной ноте мы подготовили для вас небольшие сувениры которые вы можете взять с собой и благодарим вас еще раз спасибо большое спасибо 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 спасибо